всем привет сегодня такое женское видео турции менталитете мы сегодня поговорим о турчанках вы такое знаю любите и я хочу развеять определенный миф который тоже был у меня когда-то когда я еще не переезжала а только с мужем свою начала общаться переезжала пару раз в гости видела как там побывала там родственников познакомилась как-то в семьях я посмотрела турчанок я с ними познакомилась ким-то родственниками своими как они ухаживают там за мужьями дома будет вот это вот все побывала скажем так настоящем турецком доме и у меня смотря там всякие фильмы например я сериалы сразу же не очень никогда турецкие не любила мне такого представления прям в сериалах скажем так утрированно все равно не сама истина нереально истинная турецкая жизнь украшенная красивая отчасти там богатая дорогая не такая как среднестатистическая как здесь люди живут попроще и поспокойнее даже но страсти мордасти все истории в сериалах конечно они утрированы экстер наоборот еще этого больше чем в реальной жизни так вот у меня даже был такой миф и я вот нам на нем вспомнила что мне казалось что турчанки домохозяйки я вот сейчас и девчонок слышу которые планируют переезжать или в россии живут там что-то турции да мы разговариваем подписчица мои в письмах так далее что вот я хочу замуж за турка аргумента девчонки мне говорили это не мои мысли это мне подписчица потому что у них классно в плане семьи мужчины семьянины турки турчанки большинстве своем или сейчас 50 на 50 домохозяйки а у нас в россии с этим труднее то есть я и домохозяйка дом веду готовлю там и какой на работе пошел ну хотя бы я не перестану быть конем перестану пахать да поэтому мне вот этот подход турецкий восточный гораздо ближе я хочу тоже быть домохозяйкой ну что там условно то же самое что и в россии да там приготовить постирать убрать вся домашняя работа . а я сейчас вам хочу рассказать развенчать этот миф про турчанок немножко домохозяек побольше как они реально живут и что входит скажем так зону их ответственности в их обязанности потом чем они занимаются еще также есть миф вот я также думала ну что там у них уборщица например приходят у кого деньги есть на это дело да они там сидят с подружками алтангеню собирают кофе пьют по кафешкам гоняют по шопингу ничего короче делать больше не надо так я думала вот этот был было мое заблуждение оказалось нет даже те кто так себя живут позиционируют алтангеню собирают с подружками по кафе ходят у них есть всякие ответственности домашние там в общем я хочу рассказать что на плечах домохозяйки на самом деле здесь в турции это не так легко и просто как кажется со стороны и почему это не то что как вы думаете например в россии да и порой сходить на работу и постирать приготовить как в россии это даже проще чем быть домохозяйкой в турции которая не ходит на работу я опять же отмечу с девочки здесь дофига вот в стамбуле женщин из 50 на 50 рабочие и нерабочие женщины которые совмещают работу и все что я вам расскажу все вот эти обязанности плюс еще работа какая если вы не знали как правильно продуктивно потратить время в локдаун чем заняться я вам настойчиво рекомендую присоединиться к нашему марафону который стартует 4 ноября марафон сам себе психолог борьба со страхами что какая информация что интересненького там у нас будет в этот раз это четыре прямых эфира в течение месяца до каждый эфир у нас происходит 8 вечера в четверг каждую неделю где я буду давать вам задания и информацию вы узнаете о том что такое страхи фобии страхи панические атаки почему они бывают да почему не приходится чем в нашу жизнь как с этим бороться когда может как можно определить когда я могу себе сам помочь или когда мне уже пора обращаться к специалисту психолога может быть психиатру и так далее терапевту также я вам дам конкретную схему на которую можно наложить любой свой страх любую свою фобию побороть ее я вас научу принимать свои страхи знакомиться с ними и избавляться от них быть свободным управлять своей жизнью хватит обслуживать страхи контролируйте свою жизнь живите для себя и в свое удовольствие а не в страхах и в беги от своих страхах бежать можно бесконечно единственное решение проблемы познакомиться со своим страхом возможно подружиться с ним и расстаться это что это сделает вас гораздо сильнее поднимет вашу самооценку в наш марафон стартует 4 ноября я вас всех приглашаю вам для участия вы можете написать мне на почту письмо в теме письма просто указать хочу в марафон стоимость участия в марафоне 2300 рублей спасибо всем за внимание сейчас продолжаем смотреть но я вам хочу напомнить вам что турки мужчины дом ничего не делают фактически таких типа как у нас в россии рукастых прибить там гвоздик еще что-то отремонтировать это есть такие мужчины но не все далеко вообще не все очень многим в крупных особенно городах не в провинции очень многим проще позвонить в сервис по ремонту сантехнику гардину прикрутить очень многих там нет там дрели дома отвертки у кого то есть а есть очень много до сначала тех кто этим вообще мужчины никогда вот этой бытовой домашним там ремонтом починкой чего-то не занимаются им проще позвонить в какой-то сервис если муж их задачу очень гораздо проще вот все что на территории квартиры дома это все под контролем женщины вообще все решает все она это кстати не только быт стирка готовка но и все административные вопросы вот проще говоря муж ушел на работу как у там зарабатывать деньги никого не волнует принес зарплату оставил но и дома он особо не напрягается он приходит типа ноги на диван закидывает и отдыхает чем женщина занимается чтобы ее сферу деятельности сход заходит или что они фрик-контроль очень многие турчанки да то есть у них идеально вылезано чисто дофига чего наготовлено или какие-то запасы забита там морозилка каким-то полуфабрикатами которым заранее там наделала бюреки котлетки в этом еще что-то бульончики всякие заморозила это тоже такие таких прям очень много заботиться прям конкретно они любят делать всякие заготовки соленья сейчас от осени время блин просто от этих банки катаются помидорами огурцами солчу всякую делают и так далее да это делают до сих пор не маленьких там провинции в городе и городские лучшим они за естественно больше за домашнюю пищу вот такое что там солчане с магазина своя там условно мама там на даче вырастила ли в огороде в деревне переработали же все это надо то что они вот такие запасливые в зиму никто же здесь это все есть и консервация вот этих всяких баночек вот это история варенье варить то есть это все домашнее варенье вот этот гостям потом на стол ставит варенье клубничное и зайвы блин апельсиновая вся вот эта история сливовая короче это тоже все делается а простирку они любят стирать дофига вот ура садил сразу стирку это кладешь потом все это наутюживать над паривать все идеально по линии там условно в шкафу висит и дома сломался например там я не знаю потек кран унитаз ванна раковина или еще что-то женщина вызывает сантехника она заботится где его найти как это блин все купить в общем она этим вопросом занимается дети это она собирает идти в школу покупает там условный мать на деньги мужу тогда спустим карточка это я не про это ходит в магазин этим занимается закупает продукты домой или там заказывает их домой неважно сейчас по-разному все живут но в общем проблемами ребенка в школе занимается жена вопросы какие-то организационные там дни рождения организовать вечеринку для праздника какого-то это она все это все на ней поздравления подарки каких-то родственников дни рождения помнить всем звонить поздравлять контролировать всю эту историю то тоже все жена мужу все готово это по сути на блюдечке позвони там тому то скажи то 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 там ну родственникам надо поздравить и всякое такое прочее то есть турчанка занимается не только готовкой уборкой стиркой глажкой да она занимается вообще всем вот этим организацией полной всей социальной семьи и вот эти алтынгеню попить кофе с подружками это я бы назвала ее награда и и это ее отдых и он опять же видите проходит в коллективе с какими-то людьми честно скажу вот я реально таких совестливых нормальных хороших хозяек турчанок есть конечно ленивые я же ни о чем не говори здесь везде есть исключения всякие но такая нормальная адекватная которая на себе все вот она здесь точно так же как и в россии по сути женщина впрягает все максимально на себе все вот этот быт весь весь на женщине вообще все это решает она и тянет как вот эту поевозку как лошадь так и есть тоже и нормальная такая турчанка адекватная которая хозяйственная она с утра как проснулась всех там школу поднимать мужа на работу завтраки готовить это вся история но нам как белка в колесе весь день вот так и мотается и ложится на позже всех семье когда всех разложила там помыла там накормила за всеми все убрала на завтра там всем сумки собрала детям школу мужу там на работу и вся вот эта история и когда говорят я поеду в турцию хочу быть домохозяйкой мужа себе турка чтобы типа быть домохозяйкой это проще чем пахать работать в россии это обманчивое заблуждение девочки пахать придется так же как и в россии честно скажу там уже где-то проще в каких-то моментах но все равно придется это ни разу не легче это заблуждение у меня по крайней мере мне казалось со стороны это гораздо легче она же не на работу там условно не ходит ха-ха и мед возникает вопрос да вот моя подружка дуягу она работает она работает причем из дома и она вот вся такая же попа в мыле бегает целый день дела семейные организационные все стандартно как турчанки все делает плюс еще она на ней работа работает с иностранцами в общем то поставки всякое такое она еще тут же в компьютере вот это все это это решает проблемы бежит туда делает то есть почему вот вы спрашивали у вас дуягу нет а вы с ней общать там мы общаемся нас просто нет времени встречаться у нее реально нет времени сходить и выпить там чая кофе встретиться мы с ней встречаемся где-то пересекаемся чисто случайно заранее не договариваясь бывает нет в кафе сидим о боже ты здесь мы тогда естественно по с ним пообщаемся или мы очень часто встречаемся в не поймете в продуктовом магазине на кассе где-нибудь она просто ездит тот же магазин который возле моего дома она далеко живет немножко переехали в но в нашем районе все равно и она иногда переезжает за продуктами так капитально закупаться в тот же магазин мы частенько так встречаемся случайно в магазине мы тупо идем делаем вместе шопинг-погубки продукты складываем идем в этот момент общаемся больше нет времени и я честно говоря в по сути в такой же ситуации у меня работа тоже снова получается весь вот этот домашний быт вот все вообще что у нас в семье домашние происходит организация полная на мне и мне нравится я ни в коем случае вы что не нравится и недовольный лет тяжело и к этому привыкла мне это устраивает но я честно по своим ощущениям скажу честно просто ходить на работу было бы гораздо легче когда у тебя и работа и быт дома все вместе у тебя нет вот этого места для отдыха и утручанок я вам говорила что они вот такие любят очень не все конечно есть такие которые любят все начисто убрать наготовлено вот столы ломятся от еды гостей принято вся история гостеприимство турецкая красивая все только от женщины поверьте зависит и здесь реально мало мужчин которые возьмут в руки пылесос выходной день типа помочь жене чуть пропылесосить вот я не знаю нападают там крошки от я своими глазами такую историю делу свои знакомых гостях муж такой мы были в гостях у них дети есть маленьком и маленький ребенок накрошил в общем это стандартная история грязь получилась да и даже тут гости сидят муж автоматом даже не думает не постеснялся еще как-то там на ее зовет а там ребенок накрошил тащи пылесос и не убирай иди убирай иди делай она ему говорит я на кухне сейчас конечно сейчас я конечно верну подождите чуть-чуть я сейчас закончу там она там стол типа нам накрывала там условно пироги запахи запихивала в духовку там чай делала вот эта вся история и мы так с мужем переглянулись я говорю давайте я помогу я могу убрать как гонку не не сейчас жена придет она все уберет и у меня в голове мысль что черт чувак это твой ребенок твой дом твоя жена там на кухне зашивается он даже не подумал в голове не было идея собрать этот условно мусор и выкинуть ему самому он думал ничего вообще не делать и я тогда подумал мне так стало жалко что вообще никакой помощи и помните видео у меня про домашних султанов все вот тут историк мамочки воспитывают особым своим отношениях мальчик что не сидят дома принес деньги и все с тебя взятки гладкие остальное конечно выглядит это со стороны красивые звучит да типа принес деньги она ими распоряжается чё куда там как а если денег он нормально приносит достойно это звучит хорошо если денег не хватает а если он не хочет где-то выше головы прыгнуть больше под заработать для семьи и она таща вот это все на себе еще должна как-то экономить и выкатывать деньги на тонусе чтобы на все хватило вот так что я к тому что девочки быть там и хозяйка не так то легко в турции дофига ответственности дофига обязанностей из утра до вечера как белка в колесе бегает красивая жизнь которая увидите в кино или там у каких-нибудь там блогеров которые чуть типа рассказывать поверьте в кино утрированно хорошо блогеры утрированно идеально в инстаграме все это показывают своих проблем они там как правило не оглашают поэтому реальную жизнь вы поймете когда переедете вот честнее не бывает вам рассказала максимально честно как вот есть она здесь сейчас вообще ни разу не утрируя я вас предупреждаю имейте ввиду здесь сидеть плевать типа в потолок ничего не делать быть домохозяйкой не получится тоже придется напрягаться и очень многие девчонки здесь и турчанки хотят сбежать на работу потому что скажем так это будет классная отговорка что-то дома там условно не делать а просто ходить общаться в коллектив при этом денежку зарабатывать и честно это даже порой легче чем быть чисто домохозяйкой потому что жена здесь домохозяйка занимается вообще всем в семье все на ней это полный контроль ответственность и так далее что вы думаете по этому поводу вы конечно можете быть со мной не согласны вы имеете на это полное право примеров абсолютно разных очень много пишите свои примеры в комментариях очень интересно почитаем будет у каждый видит конечно же свою турцию своими глазами и в том обществе в котором он находится социальные слои общества вообще конечно разные здесь если вам все понравилось ставьте лайк я буду очень признательна вашим комментариям какой-то такой отдачи от вас очень бы хотелось приходить ко мне на марафон я оставляю в инфобоксе под видео всегда мою почту вы можете записаться на консультацию на марафон написать мне поучаствовать в нем то очень полезная будет для вас информация научитесь бороться со своими страхами или присылайте свои анонимные истории для публикации на канале спасибо всем пока